МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Столкнулись и Лада Калина и Шкода. Автомобили двигались во встречном направлении. Лада со стороны обводного шоссе, и на марка со стороны майского проезда. Мужчина на Шкоде, имея преимущество в движении, стал поворачивать на улицу Громовой. И в этот момент в пассажирскую сторону его авто врезалась Калина. За помощью к врачам обратился водитель на марке. Его довезли в больницу, где мужчину осмотрели врачи и назначили ему амбулаторное лечение. Оба автотранспорта получили серьезные механические повреждения. ЧП не обошлось без помощи эвакуатора. На Московском проспекте в результате столкновения автомобилей Лада Гранта и Ниссан пострадали два человека. Из первичных данных сотрудников ГАИ следует, что оба транспорта двигались попутно со стороны Ленинского проспекта. В районе строения 33А по Московскому проспекту мужчина на Ладе, не выбрав крайнее левое положение на проезжей части, стал поворачивать налево. В итоге произошло столкновение. Ниссан ударил Гранту в водительскую сторону. Машину развернуло на проезжей части, а иномарка по инерции проехала прямо. Водитель Ниссана не пострадал. В салоне его машины сработали все подушки безопасности. А вот владельцу Гранта и его пассажиру повезло меньше. Оба они получили травмы и с места аварии были доставлены в лечебное учреждение. Оформлением дорожного ЧП занимались сотрудники ГИБДД. В центральном районе Мазда сбила женщину на пешеходном переходе. Как стало известно, кроссовер двигался со стороны улицы Карла Маркса. На перекрестке, совершая поворот на улицу Ленина, водитель не уступил дорогу пешеходу. Мазда сбила женщину, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. По повреждениям авто можно сделать вывод, что удар был сильным. Пешехода с 72-го года рождения с места аварии доставили в больницу. В настоящее время Тольятенко находится под наблюдением врачей. Полиция разыскивает двух мужчин, укравших куртку в торговом центре Вега. Преступление было совершено 23 сентября этого года вечером. Приметы первого подозреваемого. Мужчина на вид около 60 лет, плотного телосложения. Рост около 170 сантиметров. Волосы короткие, темного цвета. Носит бороду и очки. Был одет в куртку светлого цвета, брюки черного цвета, кроссовки черного цвета с подошвой белого цвета. Приметы второго подозреваемого. Это мужчина на вид около 40 лет, плотного телосложения. Волосы короткие, темного цвета. Носит бороду и очки. Был одет в футболку черного цвета с надписью АК. шорты темного цвета исландцы. Если вы располагаете какой-либо информацией о данных мужчинах, просьба сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам, номера которых вы видите на своих экранах.